Почему Иисуса называют Искупителем и говорят, что Он спас нас всех? Люди же не перестали грешить. Да, не перестали грешить те, кто хотят грешить. Но с тех пор, как Господь Иисус Христос стал частью человеческого общества, открыты двери для тех, кто пожелает быть с Богом в вечности. Христос является для теста человеческого естества как бы новой закваской. Будучи совершенно свят и непорочен, Он, восприняв человеческую природу, становится одним из нас. Он то же, что и мы по природе человеческой, но не тот же, что и мы. Ибо Он отдельная личность, тем более соединенная и с самим Божеством, со вторым лицом Пресвятой Троицы. Потому Христос, воплощаясь, действует для спасения всего человеческого рода, внося своей личностью во всю человеческую природу новую закваску святости. Но то, что спасаются не все, это уже зависит от индивидуальной воли каждого. Именно воля, свободный нравственный выбор между добром и злом, отличает человека от всей остальной природы и делает для него возможным единство с Богом в вечности. Но условия этого единства – добровольная взаимность к Божественному призыву, проявляемые со стороны каждого человека в отдельности. И вот Дух Святой, который уже исполняет всякую правду и делает человека причастным к Божественной жизни, действует уже не на всех вообще, а как и в День Пятидесятницы был виден, как огненные языки по одному, почивающие на каждом из веровавших во Христа. И теперь спасение достигается тогда, когда сам человек, уверовав во Христа как своего Спасителя, открывает сердце для действия благодати Святого Духа, и таким образом уже и устанавливается нерасторжимый союз Бога и человека. Ответ на ваш вопрос короткий такой, хоть Христос за всех пострадал и всем людям открыл путь в Небесное Царствие, но поскольку не все захотели этим путем идти, то и остается узок, круг спасающихся, тесные врата, которыми входят они. И именует Господь, пожелавших спастись малым стадом, к которому, дай Бог, и нам с вами принадлежать.